Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Лето должно быть безопасным. В городской администрации обсудили вопросы организации детской оздоровительной компании. От Мурома до Уфы и Волгограда через самые крупные речные порты. В России проходит акция памяти, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. В Самаре открывается традиционный Волга-фест. В этом году он продлится две недели. Какая программа ждет жителей и гостей города? В Самарской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году в лагерях пришкольных и загородных в общей сложности отдохнут 20 тысяч детей. Как идет набор ребят в оздоровительные учреждения и как соблюдают там меры безопасности, в том числе антиковидные, обсудили на еженедельном совещании в мэрии с участием главы города Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. Все лучшее детям, в том числе здоровый, качественный отдых. Этим летом в пришкольных лагерях Самары отдохнут более 15 тысяч детей. Еще около 5 тысяч ребят отправятся в муниципальные загородные центры. На территории города организована работа 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и 7 загородных. Это центры Арго, Волгаренок, Заря, Золотая рыбка, Салют-2, Союз-Юность. Меры детской безопасности обсудили в городской администрации на еженедельном совещании с участием главы Самары Елены Лапушкиной. В том числе большое внимание уделили антиковидным мерам. В детском оздоровительном центре Волжский Артек, например, отдохнут летом 840 детей. Для них организуют 4 смены, каждая продлится 21 день. Первая смена уже заехала, это более 200 детей. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы учреждений отдыха детей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, учреждение работает в режиме обсерватора. На период работы введен запрет на нахождение посторонних лиц на территории лагеря и выезд сотрудников за пределы лагеря, а также на проведение выездных мероприятий с детьми. Лагерь обеспечен в достаточном количестве одноразовыми масками, дозаторами с антисептическими средствами. Предусмотрены и две специализированные смены для детей с особенностями развития. В том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут отдохнуть и в Самарском спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп». А в рамках муниципальной программы «Самара детям мы разные, мы равные». Всего в «Олимпе» будут работать летом 5 спортивных смен по 14 дней. Заезжающие прошли термометрию и не имеют симптомов респираторных заболеваний. С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрены следующие мероприятия. Во-первых, это, конечно, 75-процентная загруженность спортивных смен. Корпуса и столовые оборудования необходимы количеством рециркуляторов, которые были закуплены в прошлом году. Медицинские кабинеты оснащены бесконтактными термометрами и медикаментами в полном объеме. В организации летнего досуга детей и подростков активно участвуют муниципальные музеи, театры, учреждения дополнительного образования и самарские библиотеки. Муниципальные учреждения культуры планируют провести 1256 мероприятий для детей и подростков с охватом более 47 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 63 человека. По данным сайта stopcoronavirus.rf, с начала пандемии диагноз COVID-19 получили 65 271 человек. В регионе сохраняются ограничительные меры, в том числе масочный режим в общественном транспорте. Как его соблюдают, выяснил Сергей Кизоркин. Контрольная точка ловли нарушителей масочного режима. Утром понедельника транспортная развязка в районе остановок автобусов и трамваев. Филиал Самарской Третьяковской галереи. Уже в первый час совместной работы городской департамент транспорта, перевозчики и полиция составили административный протокол. И таких случаев с начала непрерывных проверок ношения масок в общественном транспорте с осени прошлого года насчитывается уже 418. Только за прошлую неделю оформили 16 административных материалов. Городские власти напоминают. Коронавирусная инфекция – болезнь номер один в нашем обществе до сих пор. Поэтому санитарные меры не прекращают действовать, в их числе защита органов дыхания, а также вакцинация. Угрозу распространения новой коронавирусной инфекции никто не отменял. Требования о масочном режиме в общественном транспорте сохраняются. Поэтому работа наша по контролю за выполнением этого требования, она продолжается и идет в том же режиме. Мы ведем статистику, которая учитывает количество людей, у кого в крови обнаружены антитела. Это могут быть как переболевшие сотрудники, так и перенесшие бессимптомно инфекцию, а также число привитых. И у нас статистика эта варьируется от 20 до 40% по различным предприятиям. Департамент транспорта, в котором уже около 80% имеют антитела к коронавирусу, и перевозчики заботятся о здоровье пассажиров постоянно. Салоны и вагоны моют и дезинфицируют. По первому звонку пассажиров транспорт могут еще раз обработать. Обращения граждан принимают на горячую линию и через соцсети. В том числе обрабатываются сигналы о нарушениях со стороны водителей и кондукторов. Проверяем маски, ношение масок нашими сотрудниками и пассажирами. А также проводим инструктажи с нашими сотрудниками о том, чтобы они напоминали в ходе рейса, что необходимо надевать и не снимать до окончания поездки. Пассажир достает из кармана маску и надевает ее правильно. Те, кто принципиально идет на конфликт, тогда мы вызываем сотрудников полиции, и они уже урегулируют этот конфликт самостоятельно. Большинство саммарцев к масочному режиму в транспорте привыкли и считают пока эту меру крайне необходимой. Личная безопасность может быть, чтобы, ну, все-таки мало ли, может, человек заболел, так хотя бы все здоровыми будут ходить. У нас ситуация, как бы, с коронавирусом, она никуда не девается, прирост заболеваний, он, как бы, продолжается, но все как-то, ну, так относятся, как бы, есть и есть режим, как бы, то оденут, то не оденут, а прирост сразу продолжается, и, как бы, у кого-то пожилые родственники, там, еще что-то, пятое-десятое, как бы, ну, коль есть, нужно соблюдать, я считаю, и, ну, пока есть, деваться-то некуда. Ну, меньше шанс заразиться. Протоколы на антимасочников составляются в том числе, если они категорически отказываются быть во время рейса в маске, оформляют административные дела на месте, а через один-два дня все готово для направления в суд. Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей. Городские власти напоминают, задача не наказать самарцев, а предупредить, создать комфорт в транспорте и сохранить здоровье людей во время пандемии. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. В Самарской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. Пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках и мобильных пунктах, но и по месту работы или учебы. Например, в одном из колледжей Самары студенты и преподаватели могут привиться от коронавируса у себя в медпункте. Подробности в нашем сюжете. Пройти вакцинацию в разгар приемной комиссии в образовательных учреждениях – не просто необходимость, а обязанность каждого работника, говорит сотрудница Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Марина Янькова. Как только в учебном заведении открылся прививочный пункт, женщина сразу же подумала о постановке первого компонента вакцины, так как ее маркетинговый отдел также примет участие в приемной кампании этого года и будет работать с абитуриентами. Безусловно, это очень удобно, потому что это без отрыва от производства. Мы поднялись со своего рабочего места, пришли сюда в медпункт, заполнили все необходимые документы, нас встретили очень тепло и радушно, и, конечно же, мы дальше идем продолжать работу. Точку для вакцинации в стенах колледжа организовали в медпункте, куда специально пригласили специалистов из ближайшей поликлиники для проведения осмотра, консультации с желающими и постановки вакцины. Каждому сотруднику и учащемуся, кто получил прививку, выдали сертификаты о прохождении вакцинации, как полагается во всех прививочных пунктах. В этом документе указаны наименование, серия и номер вакцины, а также дата ее постановки. У нас появилось на сегодняшний день 31 человек желающих, это педагоги, сотрудники и 18-летние студенты. Пока студентов немного, но в хорошем смысле слова сарафанное радио обязательно сегодня пойдет, что это абсолютно не страшно, не смертельно. И самое главное, организовано на территории родного дома, в колледже. Перед началом вакцинации со студентами, педагогами и сотрудниками колледжа специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели лекцию, во время которой ответили на интересующие вопросы и рассказали о важности и пользе прививочной кампании против COVID-19. От того, как мы сейчас привьемся летом, в общем-то, зависит от того, что будет в осенью, и когда будут отменены все те антиковидные ограничения, ну, от которых, конечно, мы немного устали уже. На сегодняшний день в Самарской области более 423 тысяч человек получили вакцину от коронавируса. Цель прививочной кампании – поскорее сформировать коллективный иммунитет. Только в этом случае инфекция перестанет распространяться. Сделать прививку от COVID-19 можно добровольно и бесплатно, как в медицинских учреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис. Медики напоминают – особенно важно прививаться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Это поможет избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Михаил Ермоленко, События. Далее вас ждет блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России программу льготной ипотеки решили продлить на год. Как могут измениться условия? Немного повысится ставка и определят верхний предел кредита. Он будет единым для всех регионов. Сейчас об этом расскажу подробнее. Узнаем также, сколько денег россияне потратили на новые автомобили с начала года. Льготную ипотеку продлят еще на год – до июля 2022. Но ставка будет чуть выше – 7% вместо 6,5%. А предельная сумма кредита будет единая для всех регионов – 3 миллиона рублей. О продлении программы ранее заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что надо учитывать важную роль ипотеки в нынешней ситуации для решения жилищных проблем граждан и развития строительной отрасли. Кредиты с господдержкой стали одной из ключевых антикризисных мер. Льготную ипотеку оформили свыше полумиллиона семей. В жилищное строительство дополнительно поступило более 2 триллионов рублей. При этом участники строительного рынка единодушны в своих прогнозах. Цены на квартиры могут вырасти на 4-5%. При этом подорожают именно те квартиры, которые стоят в пределах 3 миллионов рублей. А тем временем за год в России стало на 20% меньше застройщиков. Процесс ухода строительных компаний с рынка особенно заметен в небольших городах. Это может привести к дефициту нового жилья. По подсчетам аналитиков, к лету 2021 года число компаний, строящих в российских городах квартиры в соответствии с законом о долевом строительстве, сократилось до 2 тысяч. Объем их текущего строительства упал на 12%, до 100 миллионов квадратных метров. Укрупнение строительного бизнеса участники рынка считают негативной тенденцией. Они полагают, что государство могло бы поддержать девелоперов в небольших городах и принять меры, стимулирующие выход в регионы крупных игроков. А вот на покупку новых легковых автомобилей россияне за 4 месяца этого года потратили почти 1 трлн рублей. Как отмечают эксперты, это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на продолжающийся рост цен, емкость рынка увеличилась вследствие роста продаж новых машин, который по итогам 4 месяцев нынешнего года составил 24%. Примерно десятая часть всей емкости рынка пришлась на автомобили отечественных марок «Лада» и «УАЗ». На их покупку россияне потратили 94 млрд рублей и на марок купили на сумму 877,5 млрд рублей. Официальный курс доллара на 8 июня 72,93 рубля. Американская валюта потеряла 34 копейки. Евро 88,65 рубля. Европейская валюта снизилась на 10 копеек. Нефть марки «Брент» 71,77 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Клубника, малина, персики, яблоки и груши. Эти сезонные фрукты и ягоды, к которым мы так привыкли, могут оказаться опасны. Врачи советуют людям с аллергией и проблемами желудочно-кишечного тракта умерить пыл в летний период и не налегать на ягодные и фруктовые десерты без консультации со специалистом. Какие последствия влечет за собой их чрезмерное употребление и какие симптомы могут выдавать аллергию, расскажет Михаил Ермоленко. Летняя пора, пожалуй, самое вкусное время года. В этот период созревают полезные фрукты и ягоды. Но немногие знают о том, что за сладостью клубники и косточковых ягод может скрываться опасность для людей, страдающих от аллергии, а также испытывающих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Воздержаться от частого употребления ягод советуют людям с выраженным гастритом и язвой желудка, так как, например, кислый клубничный десерт вполне может спровоцировать приступ. Я думаю, что это органические кислоты могут провоцировать клетчатка, пектиновые вещества, хотя их, наоборот, иногда мы употребляем при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рекомендуется достаточное количество клетчатки. Но вообще это индивидуальный, конечно, должен быть индивидуальный подход, потому что, скорее всего, это ваша индивидуальная непереносимость именно этой ягоды. Заменить можно любой другой, на который, например, у вас нет такой реакции, вашего желудочно-кишечного тракта. Для большинства свежих сезонных фруктов, ягод и овощей найдется альтернатива. Если употребление их в сыром виде вызывает дискомфорт, запекайте в духовке, готовьте сладкие десерты. В этом случае при переваривании нагрузка на желудок уменьшится. Еще один вариант – это фруктовый или ягодный компот. Врачи говорят, что такая альтернатива не менее полезна. Все необходимые витамины сохраняются практически в первозданном виде, кроме витамина С. Воздержаться от частого и безмерного употребления сезонных фруктов и ягод советуют и аллергикам. Но здесь все немного сложнее. Истинная аллергическая реакция не зависит от количества проникшего в организм антигена. Она может одинаково сильно развиться и на минимальное количество, и на достаточно большое количество продукта или любого другого аллергена, который поступил в организм. Все дело в том, что любой аллергик, который имеет реакцию на пыльцу растений или на пищевые продукты, должен знать о перекрестной аллергии. Содержащиеся антигены в растениях, на которых у человека аллергия, содержатся и в родственных по антигенам продуктах питания. Например, если у вас аллергия на цветение злаковых, то не исключено, что клубнику, кукурузу и спаржу вы есть не сможете. Реакция на березу и ольху могут возникнуть проблемы с употреблением яблок, персиков, абрикосов, а также других косточковых фруктов и ягод. Ну и, наконец, если вы испытываете дискомфорт от нахождения рядом полыни, лебеды, амбрузии или одуванчика, то аналогичная реакция может возникнуть при употреблении в пищу арбузов, дынь, кабачков, огурцов и семян подсолнечника. Список этот не очень маленький, но известный. Поэтому, конечно, если у человека аллергическая реакция на пыльцу растений или на пищевые продукты, он должен знать эти перекрестные антигены, чтобы внимательно относиться к употреблению в пищу определенных продуктов, ну и следить за возможным развитием реакции. В списке неприятных аллергических реакций на сезонные ягоды и фрукты, включая перекрестную аллергическую реакцию, числятся заложенность и отечность слизистой носа, частое чихание, приступы кашля, припухлости и зуд глаз. Также могут возникнуть и некоторые серьезные реакции в виде появления сыпи, зуда, развития ангионевротического отека, отека квинки и анафилактического шока. Поэтому с начала лета перед поеданием сезонных ягодных и фруктовых десертов стоит проконсультироваться с врачом, особенно при аллергии и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Всем остальным, кто не испытывает дискомфорта, ягоды и фрукты принесут не только пользу, но и отличное летнее настроение. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. От Мурома до Уфы и Волгограда через самые крупные речные порты в России проходит акция памяти, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. По внутренним водным путям страны курсируют понтонные подразделения. Сегодня участники акции пришвартовались на речном вокзале Самары. Побывать на необычном корабле удалось Ольге Павловой. При обнаружении на глубине до 5 метров снаряда подается сигнал, здесь загорается индикация. Участник понтонной переправы, командир отделения Ильгий Салтыншин, рассказывает о раритетной экспозиции инженерного вооружения. В музее, который разместили на паромах, следующих по городам страны, не только техника времен Великой Отечественной войны. Зрителям представили и современные образцы, в том числе роботы, кобры и скоробей. Экспозицию расположили на 14-ти речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005. По пути своего следования участники экспедиции уже останавливались в Ульяновске и по многочисленным просьбам жителей два раза были в Татарстане. Речной переход приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны и уже назвали уникальным в истории российских вооруженных сил. История переписывается, а мы пытаемся, чтобы молодое поколение, которое подрастает, знало правду и видело, как живет армия и чем дышит. В каждом из портов необычный понтонный корабль останавливается не более чем на 4 часа. За это время жителям городов предложено ознакомиться с экспозицией военного музея и посмотреть на тактико-специальные учения. В переходе задействованы 4 понтонных подразделения, свыше 100 человек и более 100 единиц военной техники. Это речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера. Участники речного перехода пройдут более 5000 километров и сплавятся по 7 рекам, миновав более 25 шлюзов. В ходе движения все 4 понтонных подразделения соберутся в одной точке и далее пойдут вместе до Волгограда. Сегодня, 7 июня, в торжественной обстановке сплав встречали на речном вокзале Самары. Позвольте от лица главы городского округа Самара Елену Владимировну Лапушкину поприветствовать участников перехода, пожелать им всевозможных побед. Мы все цело разделяем все ваши чаяния и надежды. Очень много теплых слов было сказано, наверняка еще скажут. Поэтому ко всем словам присоединяемся. Всех благ вам, всего самого наилучшего. Сплав завершится 22 июня в Волгограде. Здесь у историко-мемориального комплекса «Мамаев-Курган» состоится акция памяти с участием жителей города, военнослужащих и паромов из республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Выступление музыкантов, лекции и перформансы на Волжских берегах. В Самаре стартовал юбилейный «Волга-фест». Его тема в этом году – движение навстречу. На две недели жители города смогут окунуться в атмосферу праздника. Какую программу подготовили организаторы, узнала Мэри Елчан. Уже пятый год традиционной площадкой для «Волга-феста» становится вторая очередь набережной. Здесь сейчас идет подготовка. Торжественное открытие планируется 12 июня. А пока всю неделю жители Самары будут радовать летние музыкальные вечера. Тема юбилейного фестиваля – движение навстречу. Продлится праздник целых две недели. Кроме того, фестиваль в этом году выходит за пределы Самарской набережной и начинает свое шествие по всем городам Самарской области, где недавно были построены или сделаны новые набережные. Мы надеемся, что арт-объекты, которые поставлены на набережных в этих городах, тоже станут таким приятным напоминанием всем жителям Самарской области о том, что «Волга» – это то, что связывает нас всех. Помимо различных мастер-классов, поэтических дуэлей, лекций и экскурсий, жители Самары ждет шоу, которое никого не оставит равнодушным. Через «Волгу» по канату перейдет лидер слайклайнера Фредди Кюне. 19 июня он преодолеет 1400 метров на высоте 80 метров. Тема фестиваля – движение навстречу. И вот что может быть более подходящим – это переход «Волги» по канату с того берега сюда. Мы – самарцы. Зимой, я думаю, каждый ходил по льду. И это такая традиционная история и понятная. Но вот можно ли это сделать летом? Сколько это займет времени? Какие эмоции ты при этом ощущаешь? Все это мы сможем узнать 19-го числа вечером. В этом году на «Волга-фест» приедут представители из Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска и Саратова. Всех их объединяет «Волга». Каждый город представит свою резиденцию с особенным архитектурным решением. Посетителям расскажут о культурной и повседневной жизни городов по Волжье. Нужно добавить, что они расположены определенным образом вдоль «Волги». То есть так, как расположены города по Волге по течению, точно так же расположены наши павильоны. Соответственно, от Нижнего Новгорода каждый день в будни с 19.00 можно будет посетить часовую экскурсию. На пляже развернется и фестивальный городок. Это станет уникальным пространством в речном стиле со своей театральной командой, плавучей сценой и насыщенной программой. Здесь будет создана атмосфера, которая наглядно покажет акт творчества. Огромную 200-метровую картину создаст Кристиан Аве. Фестивальный городок – это сложное соединение различных художественных культур, концепций. Это сложное соединение всего, что связано с потребностью человека созидать и делиться результатами творчества. Фестивальный городок будет жить в таком постоянном режиме. В первый день фестиваля на сцене возле ЦСКА ВВС состоится музыкальное выступление группы «Андреграунд». Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Сувениры с символикой Самары и мастер-классы. На набережной Волги открылся город мастеров. Что можно приобрести и чему научиться, расскажут наши корреспонденты. На территории Самарского речного вокзала жительница Перми Елена Тришкина впервые. Пассажирка теплохода Александр Фадеев в городе проездом во время четырехчасовой стоянки теплохода Елена побывала на ярмарке «Город мастеров», где можно приобрести сувениры самарских умельцев. Глаз радует. Память о городе вашем. Пока смотрю, я вот только начала смотреть. На ярмарке не только гости, но и жители Самары могут купить что-то для души. В домиках представлены изделия ручной работы. Вязаные игрушки, расписные куклы, буклеты с живописными иллюстрациями к сказкам о Волжском крае. Также посетители могут подобрать себе футболку, кружку или термос с изображением главных достопримечательностей города и региона. Каждый сможет забрать сувениры с символом Самары, так сказать, частичку нашего города, увезти с собой. Народные умельцы Самарской области также ведут мастер-классы, где посетители ярмарки могут освоить создание куклы-оберега, роспись гончарных и деревянных изделий, научиться плетению из лозы. Восстанавливают здесь и традиционный промысел Самары – декорирование и окрашивание натуральной ткани. Этот способ носит название «Кубовая набойка с расцвечиванием». Мастер-классы будут вести члены ассоциации «Самозанятые мастера». Многие из них дипломированы, у них есть звание мастеров Самарской области. Поэтому, я думаю, будет очень интересно, познавательно. Город мастеров на речном вокзале продолжит работать до конца августа. Павильона с сувенирами будут открыты с 9 утра и до последнего теплохода. Расписание мастер-классов можно найти в социальных сетях и на площадке ярмарки. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Новости читайте на нашем официальном сайте «Самара Гиса» в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!